Глубоко уважаемая Елизабета, уважаемый Давид Георгиевич, спасибо, что я выступаю сегодня в нашем совещании. Я хотел бы сказать основные вызовы, основные угрозы и основные проблемы, которые возникают при проведении противораковой борьбы. И, конечно же, если мы говорим о снижении заболеваемости, уважаемые коллеги, снижение онкологической заболеваемости, конечно, мы связываем, прежде всего, смертность от онкологических заболеваний, это за счет снижения заболеваемости, за счет снижения доли опухолей, которые являются неизлечимыми, за счет, конечно, современных методов лечения, стандартизации, то, о чем чаще всего больше говорят в адрес нас, онкологов. И если мы посмотрим, какие составляющие по снижению смертности от онкологических заболеваний, то, прежде всего, это, конечно, поиск основных факторов риска, это выделение групп риска, которые позволяют нам, проводя все мероприятия по первичной профилактике, снижать заболеваемость, не снижать смертность от онкологических заболеваний, а также скрининг, это обследование здорового населения на наличие предраковых заболеваний, онкологических заболеваний на ранней стадии, которые в какой-то мере повышают заболеваемость на определенном этапе, но в конце концов ведут к снижению смертности от онкологических заболеваний. Выявление ранней диагностики, сейчас тоже много о ней говорят, конечно же, настороженность всех специалистов, не только онкологов, при появлении жалоб, она должна иметь место, это позволяет раньше ставить диагноз, конечно, увеличивается заболеваемость, но и ведет к выявлению на ранних стадиях, в конце концов, снижению смертности от онкологических заболеваний. И то, о чем чаще всего сейчас к нам обращаются к онкологам, это стандартизация лечения, совершенствование диагностики лечения, современные методы лечения, которые ведут к увеличению, к снижению смертности, но самое главное, с увеличением продолжительности жизни и качества жизни онкологических больных. Если мы рассмотрим социально значимые онкологические заболевания, те, которые являются сейчас наиболее важными, наиболее угрозу представляют в нашем обществе, и это у мужчин рак легкого, то рак легкого, рак желудка, колоректальных, рак простаты. И на этом слайде вы видите, что тенденция последних 25 лет снижение заболеваемости и смертности рака легкого. Это тенденция также и у женщин. Мы объясняем прежде всего теми процессами, которые проходят у нас в обществе в борьбе с курением. Снижается смертность и заболеваемость от рака желудка. Это также за счет, прежде всего, здорового питания, уменьшение инфицированности хеликобактер пилори, успешной борьбой с алкоголизмом, с курением. А вот растет заболеваемость раком предстательной железы, увеличится смертность от рака предстательной железы. Причем при анализе эпидемической ситуации вот кривая роста заболеваемости в разных субъектах по-разному, и это связано прежде всего с попытками выполнения скрининга ПСА-тестом. Кулоректальный рак в целом в популяции, видите, заболеваемость растет, а вот смертность вроде бы спокойная кривая, но в разных субъектах смертность выглядит по-разному. В частности, в Петербурге смертность снижается, по всей видимости, за счет успеха в лечении и диагностики, потому что хватает ресурсов, а во многих субъектах, в субъектах Северо-Западного федерального округа смертность вот в течение последних лет от колоректального рака растет. Что касается женщин, то здесь важными является это прежде всего рак молочной железы, и в течение всех последних 25 лет, я ниже об этом скажу, заболеваемость растет, но смертность снижается, и если брать риски, факторы, вызывающие это заболевание, то мы видим, что факторы сохраняются, конечно, избыток веса, ожирение, но снижение смертности, оно связано прежде всего в нашем сообществе с успехами лечения, поскольку вторая составляющая – это скрининг, у нас популяционного скрининга рака молочной железы нет, а успехи диспансеризации, они сомнительны, ну, по крайней мере, сейчас еще не проводится, не инициировано ни одного исследования, определяющего эффективность нашей диспансеризации по снижению смертности от онкологических заболеваний. Колоректальный рак – та же тенденция, что и у мужчин, растет заболеваемость, в некоторых субъектах растет, снижается смертность, при раке желудка – та же тенденция, вот что касается рака легких, ну, в целом, видите, значительно ниже, чем у мужчин заболеваемость и смертность, но вот взять, если в целом популяцию, ситуация спокойная, я ниже скажу, что если мы рассмотрим в разных возрастных группах, то ситуация не такая, и по-разному она выглядит в разных субъектах. Одно дело в крупных городах, центрах, которые подобны как европейским городам или Соединенным Штатам, а другое дело обычные регионы. И, конечно, вызовом сегодняшним в нашей борьбе противораковой это в ЭПЧ ассоциированы онкологические заболевания, в частности, рак шейки матки и все остальные. И если вы видите, заболеваемость растет, она также по-разному в разных субъектах, особенно эта тенденция в больших городах. Ну, я ниже остановлюсь, как это выглядит в разных группах. О влиянии алкоголизации на наше население много об этом сейчас говорят, в том числе и министры недавно подчеркнуло, что население о роли алкоголя в показателях смертности, и Давид Георгиевич в своих исследованиях показал, что от дозы употребляемого алкоголя в разных группах населения разная смертность, и, конечно, онкологические заболевания здесь также имеют свою составляющую. И с этим это большая проблема, но сейчас такое ощущение, что есть положительные сдвиги в борьбе с употреблением алкоголя. Что касается курения, это данные Всемирной организации здравоохранения. По проведенному опросу в российской популяции, в разных группах населения, количество курильщиков снижается, как среди женщин, мужчин, среди молодых. Но, тем не менее, все равно их остается много по сравнению с другими странами. Если мы возьмем, например, смертность от рака легких у мужчин и женщин у нас и в Соединенных Штатах, вы видите, на первом месте положительная динамика, снижается смертность, но все равно самые высокие показатели смертности это у российских мужчин, меньше, но высокие в Соединенных Штатах. А вот обратите, внизу два графика. Верхний график – это женщины в Соединенных Штатах, там тоже высокая смертность от рака легких, она снижается, а значительно ниже у наших российских, но нет этого снижения. А если мы возьмем по разным возрастным группам, это наши исследования, которые выполнены на основании данных Санкт-Петербургского популяционного ракового регистра. Мы анализировали ситуацию заболеваемости раком легких в разных возрастных группах, и вы видите, что ситуация динамики у мужчин и женщин по заболеваемости разная в разных возрастных группах. Если у мужчин во всех возрастных группах снижается, все-таки сейчас мужчины более активно бросают курить, вероятнее всего с этим связано, а у женщин в молодом возрасте заболеваемость растет в течение последних лет. Это динамика по возрастным группам рака желудка, и вы видите, и у мужчин, и у женщин, как я уже сказал, тенденция к снижению и заболеваемости, и смертности. Это наше исследование выполнено прежде всего Антоном Алексеевичем Борчуком. Мы изучали динамику заболеваемости и смертности в российской популяции от рака шейки матки и рака молочной железы. Вы видите, вот слева два графика – это заболеваемость, а внизу смертность от рака молочной железы, а справа – рак шейки матки. Вы видите, в течение последних 25 лет заболеваемость линейно растет, а вот начиная с нулевых годов смертность от рака молочной железы снижается, где-то динамика порядка 1-2% в год. А что касается рака шейки матки, заболеваемость росла, но с нулевых годов существенный рост заболеваемости раком шейки матки, преимущественно в крупных городах. Это заболевание современности. Вот это заболевание является вызовом нашему обществу, конечно. А смертность, если еще до 90-х годов смертность снижалась, действительно в Советском Союзе проводились мероприятия борьбы с этим заболеванием, то начиная с середины 90-х мы видим рост, причем это во всей популяции женщины. А если мы возьмем в разных возрастных группах, в частности по данным Санкт-Петербургского ракового регистра, мы рассмотрели в разных возрастных группах, вы видите, там было в целом во всей популяции, когда мы разбили по возрасту высокая динамика роста заболеваемости среди молодых женщин. А у женщин после 65 заболеваемость снижается. Ну вот это, конечно, напрягает. И когда мы проанализировали по данным нашего федерального ракового регистра ситуацию в России по смертности от рака шейки матки по сравнению с другими нозологическими формами, по сути, это динамика смертности от разных онкологических заболеваний у молодых женщин до 45 лет. И вы видите, основная тенденция смертность снижается. А вот этот красный график, эта смертность от рака шейки матки в России растет. И после 2015 года доля умерших среди молодых женщин, она даже превышает доли умерших от рака молочной железы, которая составляет основную долю онкологических заболеваний. Конечно, вот это очень нас напрягает. Ну и возьмем по сравнению с нашими, с другими странами. Вот слева график, это смертность от рака шейки матки у женщин после 45. Видите, везде снижается, и в России снижается. А справа это у молодых женщин. В Европе, в Соединенных Штатах смертность среди молодых женщин снижается. А в России растет, и только нас вот на этом слайде опережает Южная Африка. Ну, тут то же самое. Мы показали, что в старших возрастных группах смертность снижается, а у молодых женщин смертность от рака шейки матки растет. Мы выполнили прогноз некоторых заболеваний, особенно которые являются вызовом в современном нашем обществе, ну, в частности, рак шейки матки. Мы рассчитали, как будет расти заболеваемость до 30-го года, с 90-х годов. Получается, тут чуть больше 30 лет, и, видите, увеличится в два раза. Знаете, эти расчеты были сделаны до 13-го года. И вот столбец, вот то, что справа, это светлость, это расчетный прогноз. А то, что слева, это то, что было ретроспективно. Так вот, первый светлый, 17 066, это прогнозируемый был. Мы уже сейчас можем оценить с нынешними полученными результатами, потому что сейчас мы уже получаем 18-й год. И когда мы сопоставили, там разница всего лишь десятки. То есть вот этот прогноз очень точный. Ну, к сожалению, вот это мы и ожидаем, что будет дальше продолжаться, если мы ничего изменять не будем. Что касается смертности от рака шейки матки, она тоже будет расти. И к 30-му году она где-то в полтора раза увеличится по сравнению с той смертностью, которая была в 90-х годах. И, конечно, опухоли, ассоциированные с папилломно-вирусной инфекцией, они тоже являются вызовом современности. Это опухоли головы и шеи. И не только, но в данном случае мы прогнозировали случаи заболевания у женщин опухоли головы и шеи, таратоглотка, корень языка и миндалины. Вы видите, также заболеваемость будет расти. Что касается прогноза у мужчин, если была какая-то тенденция к снижению до 2010 года, наверное, все-таки успешная борьба с другими факторами риска, с алкоголем, то с 2010 года прогнозируется рост существенный, где-то раза в полтора. И, вероятнее всего, это связано с ВПЧ-инфекцией. Таким образом, конечно, для того, чтобы нам успешно бороться по снижению смертности от онкологических заболеваний, мы должны сосредоточить свои силы с такими факторами, как курение, злоупотребление алкоголя. И сейчас очень много в нашем обществе идут разговоры о борьбе с ВПЧ-инфекцией. В частности, недавно было заседание в Совете Федерации, обсуждали вопрос для того, чтобы вакцину внести в календарь прививок в России у детей, а на следующем этапе, ну, не только у девочек, на следующем этапе у мальчиков. Это правильно. Но я хотел бы сказать, что эти программы, они должны быть полноценными. Они должны учитывать опыт других стран. В том числе, вот мы сейчас говорим о скрининге много и пытаемся подменить понятие скрининг и диспансеризация. И диспансеризация не начнет работать, если не будут соблюдены принципы скрининга. А что касается вакцинации, да, сейчас проблема финансовая. Нужны вакцины, которые для государства дорого обойдутся. Но вот опыт зарубежных стран показывает не только деньги, это решают. И если сейчас проблему решат, так же, как вот нам дали в этом году деньги на химиотерапию, а эффекта особого мы не получаем. Так вот, опыт Армении. С декабря месяца 2017 года у них 4-х валентная вакцина была введена для профилактики. У детей, у девочек 13 лет. Вводилась она в школах. Ревакцинация через 6 месяцев. А что мы получили при анализе? Прошло 2 года, ну полтора года. Охват получается 4%. Ну, в среднем, от 2 до 9%. То есть программа должна быть полноценная. Тут, конечно, и агитация всего населения, и мам, и всех. Это борьба с теми течениями, которые против вакцины. То есть любая программа скрининговая, первичной профилактики, она должна быть полноценная, она должна быть продумана с учетом наших опытов, которые получили в других странах. Спасибо.